набутов здесь общество на правах рекламы категорически приветствую дорогие друзья 10 06 в москве сегодня нас четверг и это набутов здесь то есть он здесь в стране в москве в студии серебрного дождя и естественно не один а с топовыми гостями как всегда то андрюха проанонсировал что сегодня мы будем говорить о безопасности на на самые популярные сейчас разговоры но в этом конкретном эфире про информационную безопасность сейчас тоже у нее есть там тут новые кейсы новые угрозы новые вызовы естественно на фоне всего происходящего и у меня 7 2 супер эксперта прошу любите жаловать лев матвеев представитель совета директоров search and form одного из ведущих разработчиков решений сфере информационной безопасности в россии лев здравствуйте уже не в первый раз кстати говоря ребята это из-за этой компании у нас гостях это значит будет интересно он пришел сегодня не один а с человеком который отвечает за безопасность глобальной информационной в том числе в большой компании мы будем говорить и малом и среднем и о большом бизнесе сергей матвеев глава безопасности нлмк приветствую это новолипецкий металлургический комбинат я правильно понимаю абсолютно да 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 так аббревиатура нашей аудитории известна мало времени масса интересных масса интересного что мы должны сегодня обсудить и о чем подумать и задуматься я имею до наших слушателей многие из которых бизнесмены или наемный топ-менеджмент лев насколько история с информационной безопасности сейчас является на как бы проблема номер один чем дальше мы живем тем больше начинает являться проблемой номер один потому что постоянно все перемещается из какого-то бумажного вида в электронной и стоимость информации становится все дороже и дороже когда мы начинали бизнес информационной безопасности в далеком 2005 году то ну каналов было мало были в основном емейл это и скайп и все по сути сейчас же этих каналов становится огромное количество тогда еще были такие артефакты как факсы там телетайпы скоро снова будут хочется верить что нет а вот и по мере развития требовались постоянно новые решения и на сегодня уже все хранится в электронном виде и информация стоит гораздо дороже чем стол стул компьютер и вся обстановка в офисе которая есть поэтому приходится постоянно развивать и на самом деле область инфобьеза это ну наверное как те кто помнит с детства мультик один из моих любимых ну погоди которые еще там показывали всего там по 10-15 минут по одной серии это извечная борьба между плохими людьми и хорошими людьми всегда в любой компании где больше 50 человек это уже не домашний офис где все белые пушистые друг друга знают присутствуют на крестинок днях рождения и так далее это уже какие-то проблемы подводные камни интриги и кто-то хочет на себя перетянуть идеала это часто приносит ущерб бизнеса по мере развития информационной безопасности раньше было только сама сам контроль каналов там ну всех там skype там почта запись на флешке там и так далее то постепенно это развивалось почему я говорю что это ну погоди это постоянная гонка чтобы быть первым нужно делать что-то лучше делать какой-то вау которого нет у других на самом деле мы всегда на 3-7 лет опережали коллег по рынку так было первым взрывом в далеком 2007 когда мы сделали перехват skype коллеги по рынку перехват skype по секундочку это значит skype это мессенджер я просто не для некоторых наших молодых не все не все помню что так да ну в далеком 2007 это был основной мессенджер для общения вообще для опять-таки молодых еще не было вайбера вот сапа телеграма в 2007 2007 айфон только появился более то есть skype было что было два мессенджера аська icq и skype но на самом деле мы оба перехватывали но было сложно перехватить skype он был там зашифрован и так далее и на самом деле для информационной безопасности перехват сообщения skype был критичен это был небольшой взрыв рынка когда мы сделали в 2007 ну коллеги по рынку сумели повторить только в 2012 секундочку можно я сразу сергей задам вопрос правильно я понимаю что ваш коллега и друг лев чтобы что в частную переписку влезали значит не в частную переписку или корпоративный в есть замечательная фраза в любом нормальном трудовом контракте все что сделано в рабочее время и на оборудование работодателя принадлежит работодателю и человек порядочно нормальный не должен заниматься личной перепиской в рабочее время на рабочем месте абсолютно верно да льва здесь поддержу в этом вопросе ага все 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 принято это я так лев скажите пожалуйста все таки если есть какие-то данные ну хотелось бы просто для понимания ситуации цифры какие-то вот сколько на какие суммы воруют в россии данные как это можно оценить или может быть это оценивается через потери для компании такая сложная история и сложно посчитать это понимать да вы знаете сумма вопрос спорная есть громкие цифры и так далее я не очень люблю всегда их говорить я могу сказать другое что мы проводим каждую осень большое род шоу в 25-30 городах россии которая посещает там больше 10 тысяч компаний но вообще у нас только клиентов больше трех тысяч компаний по россии так вот мы всегда проводим опрос во время нашей презентации во время род шоу и 89 процентов компании говорят что да у них были утечки повлекшие материальный ущерб но никто точных цифр никогда называть не будет но у вас какие-то есть внутренние оценки вот все же по-моему вы говорили да мы за эфиром сесть там обсуждаешь такой легкой в легком трёпе сегодняшний эфир вы говорили что примен 5 процентов от оборота но я могу сказать что вот как раз сотрудники которые занимаются корпоративным мошенничеством и коррупцией в целом по стране используя инструментарий вот с чем борется информационная безопасность утечки данных они могут причинять ущерб до 5 процентов от выручки то есть в данном случае они используют информацию компании данной компании для своих целей а можно я вас по у вас спрошу может быть вы готовы раскрыть цифры по нынешним или предыдущим место работы у вас там серьезный портфолио такого же уровня как и на лмк я хотел спросить а каковы должны тогда для у бизнеса составлять расходы на информационную безопасность от например от бюджета их скажем так никто никогда не измеряет соотношение возможно величины риска в рублях и затратно на любую на любой рода безопасность потому что достаточно такое дело философское всегда исходят из того а какие риски есть в данной конкретной компании и готова ли компания жить с этими рисками либо она готова их закрыть даже если расходы на информационную безопасность будут слишком велики например банковская отрасль так там цена риска очень высока потому что ты владеешь данными клиентов деньгами клиентов и не дай бог утекут данные клиентов или деньги клиентов банк может забыть о своем существовании потому что клиенты уйдут из банка вопроса репутационные репутационные риски я насколько знаю банки как правило стараются решить у них собственные серьезные службы безопасности с серьезным и силовым прикрытием в том числе и правоохранительным понятно все там друг друга знают они пытаются это кулуарно решить чтобы это не выходил наверно поэтому здесь здесь скажем исходит всегда все из рисков кто готов как управлять своими рисками это я дополню далее сергей просто все время возглавлял безопасность в компаниях где работают больше десяти тысяч сотрудников или десятки он смотрит как-то вот так очень наверное для зрителей верхнего уровня но с вершины больших компаний я скажу проще затраты на информационную безопасность объективно говоря это стоимость чая кофе сахара в пересчете на сотрудника в течение года плюс оплата его новогоднего фуршета так вот если в компании есть бесплатный чай кофе и сахар значит информационная безопасность ей финансово посильно посильно да то есть опять таки всегда когда говорят про стоимости нужно сравнивать сравнение почему я привожу другой вариант сергей идет от рисков а я иду от другого что стоимость чая кофе это окей а если немножко еще прокомментировать про затраты на информационную безопасность а есть такое замечательно уже это много лет назад я где-то в фейсбуке от френдов увидел и постоянно использую что те кто говорят да зачем деньги на ветер выбрасывать и так все хорошо замечательный совет снимите свою большую металлическую дверь в родную квартиру к себе и и продайте и на деньги от этой двери поставьте мягкий диванчик при входе он же удобнее чем эта металлическая дверь вам удобно будет сидеть только возникает вопрос останется ли дальше диванчик и все остальное что в квартире поэтому вот про стоимость затрат на информационную безопасность уже все пришли к тому что это надо вы знаете вот я вот здесь бы с вами поспорил я читал несколько материалов на кругу крупных изданий за последние там три недели они там свои внутренние исследования проводили и говорят все говорят об одном что порядка 70 процентов малого и среднего бизнес то есть до компании там со штатом до 50 там до 70 человек и так далее что они в принципе кроме антивируса предустановленными там купленного ладно пост постфактум больше никаким другим образом не контролируют и там и не хотят даже заниматься вопросами и даже не понимают угроз вот об этом если для своего бизнеса ну да мы же не знаем что наш там петя там сешь другу там вася там что он там кому в своем ватсапе там посылает что фотографирует куда данные с чем он уйдет с работы если его уволят там из-за ссоры какой-то и тогда мы не можем это но это невозможно они говорят ну но мы надеемся что люди порядочные у нас работают вот как это так виктор они правы для них это невозможно почему а в компании где условно говоря там 50-200 компьютеров нет своего специалиста по именно безопасности а во первых специалисту хорошему там где всего 50 компьютеров работать нет если с админ секунду сис админ может быть или не может вообще не может это разная психология сис админу всем все разрешить чтобы было удобно ему все равно на все остальное главное чтобы его не трогали чтобы он спокойно себе сидел читал новую документацию интересовался наверх новинками в мире айти а безопасник это другое и вот специально для таких компаний мы еще в конце 19 года запустили сервисы баутсорсинга когда людям ничего делать не надо наши специалисты ставят наш программное обеспечение и наш аналитик инфобеза все анализирует и сообщает им что вася сливает конкурентам информацию пейте пишет откуда вы знаете что он снимает откуда мы вы знаете что если мы ставим наше программное обеспечение на локальную сеть клиента естественно с его согласия и уже как правило через две недели идут первые отчету отчеты тому кого владелец назначает контролировать ну условно говоря исполнительному директору о том что плохого творится но тут опять таки надо потому что у этой компании где 50 человек не у исполнительного директора не у директора нету времени самому этим заниматься поэтому мы стараемся чтобы инфобез был ну слово уберизация оно не то что мне очень нравится но наверное аудитория понимает это слово уберизация инфобеза что это было точно так же как клининг сервис как бухгалтерия на аутсорсинге чтобы точно так же на аутсорсинге был инфобез и это дает эффект есть ситуация когда после какого-то времени людей условно говоря волосы дыбом стоят я же думал что все люди хорошие оказывается вокруг меня одни сволочи если на посередине люди не хорошие не сволочи просто определенный процент всегда неправильно зачастую плохие хорошие люди это одни и те же люди как пишет нам слушайте ни разу не смогли найти того кто сливает ребята вот поверь мы не просто не просто так льва позвали все очень формно придумал таких штук как например водные знаки на все электронные страницы которые у вас открываются да то есть ну это не гарантия с ли от слива но вы зато всегда найдете с какого компьютера кто это слил да его не видно это он микро микропиксельный или например софтины которые не позволяют делать скриншоты экранов это отдельная тема для разговора про удивительные современные технологические решения мы следующий раз об этом поговорим пару 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 примеров как раз поддержку льва мы используем и на текущем месте на предыдущих мы навсегда использовали продукты search informa для нас для нас они самые такие полезные useful называется клиента да мы клиенту да вот я считаю большую открыл наверное но ничего страшно вот и скажу так мы возбуждаем и возбуждали много уголовных дел на своих сотрудников на своих сотрудников за хищение информации составляющей коммерческую тайну это к тому что это достаточно не сложно определять что сотрудник занимается хищением информации и достаточно несложно документировать и возбуждать уголовные дела вопрос инструментария и вопрос системной работы в этом направлении. Хорошо, давайте тогда ребят, плюс 7903-797-6333 такой интересный разговор, что забыл наш ватсап номер, накидывайте свои вопросы по инфобезу, если у вас есть какие-то проблемы какие-то интересные кейсы, какие-то вопросы, мы это все постараемся быстренько обсудить, это наша не единственная со Львом с ребятами из SearchInform встреча здесь будет под серебряным дождем, поэтому мы за несколько эфиров, конечно, все нюансы обсудим, тем не менее, давайте с главного какие вообще я знаю, что бывают угрозы внутренние внешние, какие-то еще вот какие типа угроз, ну это все уже как-то структурировано как бы вся тема ну бывают внутренние и внешние мы отвечаем за внутренние, то есть все, что движется внутри компании это мы контролируем и отслеживаем но опять-таки все в мире взаимосвязано внешние угрозы взлом извне, там, локальной сети там, похищение информации извне очень часто связано с сообщниками внутри, как говорил один из самых известных хакеров всех времен Кевин Митник ни один серьезный взлом не обошелся без сообщника изнутри соответственно так да, я как раз отвечаю на вопрос внешне-внутреннее информационной безопасности подразделения в корпорациях, они безусловно отвечают за оба блока и за внешние угрозы это кибератаки, как правило и за внутреннюю безопасность в чем отличие такое концептуальное да, что внешние угрозы они не всегда, как вот Лев сказал могут иметь внутренних сообщников например, вирус Петя все его прекрасно до сих пор помним многие компании легли так называемый, да, такой термин положили сервера этот вирус Петя в том числе и то место, где я работал мы тоже подвержились этой атаке там не было, безусловно, ни внутренних сообщников там не было особой цели какой-то у преступников, которые это делали это была массовая история и положил там полмира всю эту историю вируса но, безусловно, внутренние они нам более интересны потому что они более управляемые более прогнозируемые внутренние угрозы вы говорили, что для того, чтобы в компании завелся вот такой плохой человек должно совпасть неких три условия да, есть такой треугольник мошенничества так называемый в теории корпоративного мошенничества это три угла в треугольнике которые, соединяясь позволяют человеку совершать любое типа преступления имеется в виду в корпорациях корпоративное мошенничество хищение, либо там коррупция, либо что-то еще один из углов обозначает это возможности это как раз наша первая задача убирать у сотрудников возможности совершать любого рода хищения будь то информации будь то материальных ценностей будь то неважно чего второй угол это самооправдание своего поступка самим же человеком когда он оправдывает свое преступное действие потому что а почему начальнику можно а мне нельзя и третье это некая потребность в деньгах или в каких-то благах кредиты там кредиты например и теория говорит о том что любой человек у всех просто грейд разный высота разного разная вот этих углов с точки зрения потребности самооправдания и возможности и возможности разные и по сути любой человек он подвержен вот такому риску корпоративного мошенничества при схождении этих трех углов в серединке поэтому задача информационной безопасности как раз с помощью системы DLP например как минимум где-то убирать возможности там где можно и как максимум это детектировать признаки того что человек собирается что-то сделать и таких ситуаций очень много это безопасники этим занимаются они работают с возможностями соответственно иные чары работают с самооправдания это корпоративная культура это работа с сотрудниками это открытые каналы связи между сотрудниками и руководителями это возможность говорить это возможность необходимость слушать сотрудников для того чтобы у сотрудников не было закрытых тем и у сотрудников не было ощущения что их используют ну а проблемы с деньгами закрывает генеральный директор который устанавливает шкалу заработных платы и бонусы и премии в том числе в том числе тут я бы добавил еще неотвратимость наказания вот Сергей хорошо упомянул что он возбуждал много уголовных дел благодаря системе информационной безопасности и так далее когда сотрудники внутренне понимают то они немножко с опаской относятся к очередному противоправному действию абсолютно верно и более того возбуждая уголовное дело получая приговор суда необходимо этот приговор суда расширивать на корпоративных порталах знакомя всех сотрудников с этой информацией и это как раз задача возбуждения уголовного дела не наказать конкретного сотрудника а профилактика на всех остальных кто внутри сомневающийся и внутри готов это сделать он смотрит и видит да наказание это неотвратимо лучше-ка я не буду этого делать я бы добавил еще одну ремарку что установленный софт информационной безопасности нужен еще человек который будет с ним работать то есть если маленькая компания то это наш сервис внешний баутсорсинга но хотелось бы еще в завершении вот такой темы заметить что по нашей статистике в там компаниях больших и небольших там 200 плюс компьютеров если служба информационной безопасности работает то в течение полугода после внедрения системы увольняют от полпроцента до двух процентов персонала увольняют за противоправные действия приносящие ущерб компании ну наверное у Сергея думаю богатая практика с этим много увольняем и заслив а вы можете быстро вот так у нас мало времени а темы бесконечные очень интересные коротко быстро там 5 топ преступлений за что на чем ловите по инфобесу слив информации на флешке при увольнении сотрудников что берут берут все все к чему имеют доступ на всякий случай авось пригодится это вообще свойственно видимо вообще крупным всем компаниям вообще всем это любым компаниям вы можете мы можете этому помешать да да конечно конечно как вот закрывать можно закрывать просто каналы и закрывать доступы либо контролировать не надо закрывать есть более интересный как вы заранее вы же не всегда можете угадать что может он все время бэкапит сливаемые информации есть функционал что можно все что пишется на флешке шифровать и оно читаться не будет только когда он находится в корпоративной сети в офисе на этом компьютере и он скопировал на флешку приходит домой а там не читается но служеб безопасности Ты уже следила, что он скопировал И принимает меры в том числе Секундочку, Лев, объясните, как это работает Например, у меня есть вордовские и экселевские таблицы Которые я все время подслеваю, бэкаплю И в какой-то момент я решил там уволиться Или я понимаю, что меня уволят И уже как бы пошел шухер, меня пасут Вот у меня вордовские и экселевские документы Как вы, вы же внутрь ворда и экселя не можете Нет, 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 но это идет поток информации Условно говоря, поток байт Когда вы пишете на флешку Просто идет какой-то информационный поток И он шифруется при записи Это изначально политика такая существует Это у нас в системе У нас же стоит агент на каждом компьютере В принципе И он контролирует запись на флешку Идет, условно говоря, там А, Б, С А он это кодирует в 7, 8, 15 Ну, я утрированно говорю И, соответственно, на флешку Это уже закодированное поступает И чтобы это прочесть, раскодировать Ложит быть именно этот компьютер И именно этот пользователь Но это касается той информации То есть с этой информацией он может работать только на данном конкретном компьютере А если я работал нормально, но я удаленный Я в командировку уехал Мне надо с информацией работать Удаленный доступ к рабочему компьютеру С блокировкой клипборда Чтобы не мог ничего скопировать То есть мы кроме установки системы Всегда даем методические рекомендации Как этого всего избежать На самом деле Вот ту тему, что затронули Была огромная проблема При начале пандемии Мы тогда бесплатно помогали Очень многим компаниям С ибоутсорсингом и так далее Когда пытались, чтобы люди работали С домашних компьютеров Ну, потому что они говорят Я категорически был против Говорил, что должна дать компания Компьютер, в принципе И нужно сделать простые действия Там запаролировать биос То, что загружается на компьютере Отрубить там флешки И, соответственно, вход в корпоративную сеть И тогда все хорошо Ничего никуда не утекает, в принципе То есть есть ряд простых действий А, и еще Чтобы он не смог потом переписать Когда отключил компьютер Это шифровать диск, в принципе Эти возможности есть в Windows На самом деле На нашем сайте Кому интересно обезопаситься Это абсолютно бесплатно Адрес www.searchinform.ru Принято Что еще? К топ-5 Давайте топ-3 Бо кто больше не успеет Второе, самое распространенное Это хищение и слив информации Либо конкурентам Промышленный шпионаж Либо в процессе закупочной деятельности Когда закупщики сливают информацию О торгах, о ценах Своим компаниям Для того, чтобы они выиграли Это прям сплошь и рядом Но это вид информации А слив-то так же идет, да? Слив по-разному Это фотографирование экранов Это слив через флешки Это отправка по почте Это выкладка информации В облачную структуру На какие-то Яндекс-диски Гугл-диски То есть форма разная может быть Это может быть голосом Потому что сейчас Зайти в почту И в систему с лэптопа С мобильного телефона Достаточно легко А мобильный телефон и лэптоп И пока у нас Это такая черная зона С точки зрения контроля Нельзя разрешать с телефона Заходить в почту Только по VPN Через оперативную сеть К сожалению, бизнес есть бизнес И в бизнесе не всегда Можно все позакрывать Так, все У нас время заканчивается Ребята У меня миллион вопросов Миллион Всю жизнь работаю админом банка В большинстве случаев Инфобез готов полностью Пролизовать работу Они свою работу выполняют Отчитываются А нахотить компромиссы Не хотят Это проблема Это проблема И это проблема всех инфобезов Потому что задача инфобеза Опустить шлагбаум Потому что так спокойнее живется А задача бизнеса Противостоять этому Поэтому Хороший руководитель Информационной безопасности Или директор по безопасности Его роль еще медиатора Находить баланс Как сделать безопасно И бизнес Чтобы не страдал от этого Дело в том Что это подход Просто бездумный Не имею права разглашать банк Не хочу Но один достаточно крупный Государственный банк Что они учудили? Они запретили людям Доступ к почте Вне рабочего места Даже с корпоративного компьютера Черт возьми Ребят У нас заканчивается время Но мы скоро снова встретимся С ребятами из Search Inform От вас миллион всяких кейсов Навалило Разобрать их не успеем Но зато успеем ответить На следующий вопрос Мой сын учится в 11 классе В дальнейшем его интересует Обучение специальности Информационная безопасность На какие вузы Посоветуйте обратить внимание Екатерина из Москвы Наверное Сергей лучше ответит Нет Я не отвечу на этот вопрос Про вузы Я думаю что это Кольву вопрос больше Честно говоря не знаю Мы раздали свои программы 65 вузам России На кафедры информационной безопасности А где с каким качеством обучают Я просто не знаю У вас же есть какие-то обучающие курсы Например если ты хочешь повышение квалификации И так далее Они уже для готовых специалистов Я могу сказать Виктор я могу сказать про финансовый университет При правительстве РФ Поскольку я там являюсь доцентом Кафедры экономической безопасности и риски И у нас есть кафедра параллельная Информационная безопасность Я думаю что вот один из вариантов Это может быть Спасибо большое Господа Очень интересно Жду новой встречи в самое ближайшее время Спасибо Ну что ж ребята Мы затравили сегодня Первый из нескольких Очень интересных разговоров Про информационную безопасность Тема бесконечная Очень интересная Очень важная Не буду говорить банальные слова Но решил я вот эту следующую полчасовку Продолжить разговором О безопасности телесной Безопасности нервной системы Мне кажется сейчас это очень Ну сверх актуальная история Общество находится Ну в очевидном совершенно психозе По понятным соображениям Не будем это обсуждать В стрессе На фоне этого обостряются Всякие разные болячки Прежде всего Нервной системы и сердечные Как следствие вообще Что со всем этим делать У нас сейчас в студии Человек который вам очень понравился Совсем недавно был в гостях Это замечательный московский кардиолог Аритмолог Реабилитолог Кандидат медицинских наук Член российского Европейского общества Кардиологов Европейского общества Профилактической кардиологии Короче говоря в общем титулованный Чел Мария Чайковская Добрый день И автор замечательного Такого уже Телеграм канала И ютуб канала Который так называется Кардиолог Чайковская Совершенно верно Заходите туда Маша как раз специализируется На борьбе со страхами Фобиями Паническими атаками И всяческой психосоматикой Психосоматикой Ну давай расскажи Мы все-таки вот встречались Буквально месяц назад Когда общество потихонечку Ну как-то переварило уже ситуацию Приспособилось И чуть вот этот Невротический фон Пошел на спад Сейчас понятно Что мы получили мощную инъекцию Что происходит Что делать Совершенно верно Я в прошлый раз говорила Что в целом 60% вообще людей Которые приходят На прием к кардиологу Бывают с жалобами Именно психосоматического характера А сейчас я бы сказала По своему опыту Уже все 100% пошли Более того Было у человека Какие-то проблемы Со здоровьем не были Есть у него действительно Реальные болезни сердца или нет Это совершенно не важно Часть каких-то симптомов И жалоб Которые приводит человека К кардиологу Или каким-то другим специалистам По внутренним болезням Они сейчас связаны Именно с напряжением Нервной системы Которая безусловно есть И которая никто не знает Куда девать Как его снимать И вообще что с ним нужно работать А работать нужно обязательно Потому что напряжение Никуда не девается Оно будет только копиться До тех пор Пока не прорвется В какую-то болезнь Понятно Понятно Соответственно Наверное есть варианты Психологической разгрузки Есть варианты физической нагрузки Потому что можно Разгружать нервную систему Через тело Совершенно верно То есть не наверное нужно Да Совершенно верно То есть стресс Это вообще что Напряжение Это стресс Что такое стресс Для чего он нам нужен Вообще физиологически Для физической работы Убегать Драться Спасаться И так далее Реакции Бей или беги Все это В этот момент Выбрасывается Большая порция Кортизола Гормона стресса Который нас мобилизирует Но ты не можешь Находиться в состоянии Стресса Бесконечно долго Это противоречит природе А мы в нем Находимся Как минимум Шесть месяцев Это вообще Для животного Этого не может быть Да Это немыслимая Какая-то история И поэтому Особенно актуально Соблюдать Какое-то Понимание Ну и психогигиены Да То есть Не находиться В каком-то Вот этом Информационном потоке Постоянно Но еще Естественно С точки зрения Физики Физиологии Работать с собой Для того Чтобы Как-то Корректировать Своё состояние Настраивать Хорошо Давай начнем С гигиены С твоего позволения Да Я в приказном порядке Мне это очень сложно Сделать ребят Как я думаю Что многим из вас Я в приказном порядке Заставляю себе Там вот Не читать Не скролить Новости Например Хотя бы За час до сна И вообще Меньше обращаться К телефону Потому что У меня Дом скроллинга Вот эта вот Тяга К чтению тяжелых Негативных новостей Это как Какая-то зависимость Это просто Какой-то Наркотик Мне кажется Так и есть Да Особенно Вот В вечернее время Действительно За час А лучше за два До сна Как-то исключить Поступление Плохой информации В мозг Да вообще Любой Любой Да Желательно Заняться чем-то Хорошим Почему? Потому что Нужно создать Какой-то фон Перед тем Как отходить Ко сну Еще дай бог Человек засыпает И хорошо спит Это тоже Большой вопрос В нынешних обстоятельствах Но Очень важно Настроиться Принципиально Сменить какую-то Свою деятельность Может быть Заняться хобби Каким-то Может быть Самое время Расслабиться Заняться Дыхательными Прожди Помедитировать Может быть Пройтись Перед сном И вот Провести это время Совершенно Да Принципиально В каком-то Другом ключе Нежели Весь предыдущий день Вот И это просто На уровне химии На уровне физиологии Переключает мозг Нужно провести Внутреннюю работу Ну вот Может быть Кому-то из вас Вот Сейчас довелось Столкнуться с этим Например Ранние просыпания Да Вот в 3 утра Или в 4 часа Тебя подкидывает Ты просыпаешься Ты не выходишь У тебя нет Вот этого состояния Заспанности Ты сразу Просыпаешься С Работой Полностью Работающей головой Более того Она уже гоняет И анализирует Негативный фон Который происходит У тебя там В бизнесе В политике Ну мы понимаем Да Ты сразу Раз И тут же У тебя опять Рука тянется К телефону Ты еще не успел Зубы почистить Ты уже посмотрел Все новости И у тебя вообще Нет ощущения Расслабления организма Вот именно Да Нужно чтобы Разорвать Вот этот порочный круг Что вот я заснул В каком-то Непонятном состоянии Встал Непонятно когда И опять Вот это Бесконечное колесо Да То есть здесь Важно Выделить себе Это очень важный момент Что вот В состоянии Такой нестабильности Да Неопределенности Наш мозг Неопределенности Очень не любит Это один из самых Тревожных факторов Да Сейчас максимальный По-моему Вот И Для того Чтобы добавить Себе стабильности Вы должны Добавить себе Дисциплины Какой-то И расписание То есть Во сколько бы вы не встали У вас следуют Какие-то пункты Один Два Три Почистил зубы Принял душ Позанимался Вот что очень важно В ситуации Стресса Да И большого напряжения Это физическая активность Поскольку я сказала Что стресс Он вообще ради Физической активности Эволюции Был задуман Поэтому она обязательно Должна присутствовать В том или ином формате Встали три утра Вперед Начали что-то делать Секунду Вот меня подкинул В три утра Да Все Проснулись А у меня будильник Стоит на восемь Ну и что Застелил кровать Почистил зубы И начал свой день То есть Стараться Стараться заснуть Не нужно В этой ситуации Кстати это тоже Очень интересный момент Что Любые нарушения сна Особенно там Ранние Вот эти подъемы Это тоже кортизол Он просто не вовремя Вбрасывается Совершенно верно И будет тебя Здесь Очень интересно Работает Тактика Ограничения сна Потому что Ну Организм В какой-то момент Поймет Что вот он Раз проснулся в три Раз проснулся в четыре А потом все-таки Наверное Можно и поспать Потому что Очень хочется Поэтому ни в коем случае Не лежать Потому что Это увеличивает уровень тревожности А что это я не сплю У меня не получается А мне надо поспать А у меня дальше Длинный день Вот И Ни к чему продуктивным Это совершенно не приводит Все Встал Восколько проснулся Восколько и проснулся Начал день В течение всего дня Не хватает времени Там расслабиться Что-то поделать Пожалуйста В течение дня Не хватает времени Еще там на что-то Да Мне кажется У нас у всех есть Такое Какие-то Дела Которые вечно Не хватает времени Хобби В конце концов Пожалуйста Вот оно Твое время Хорошо Так Это первый совет Информационная гигиена Перед сном Если он ночью Подкидывает Не боритесь Не старайтесь Заснуть Это приведет Еще большему раздражению Что у вас это не получается Еще хуже будет Настроение Вставайте Наличие каких-то Ритуалов Обязательно Которым ты Привязан От чистки зубов Условно говоря До похода С утра Я начал ходить Ребята Плавать по утрам У меня хорошо Зал напротив Не вечером Тренируюсь теперь А прямо Начинаю с этого День Это такой вот Ритуал В 7 утра Я в бассейне Километрик дал Тык-тык-тык И как-то у тебя Уже настроение Улучшается Сразу после тренировки А вообще Водные процедуры Исключительно полезны Будь то бассейн Будь то сауны Вот почему Да Есть такое понятие СПА А что это такое Это место во Франции Или в Бельгии Санита пераква Здоровье через воду Расшифровывается с латыни А спасибо большое Извините Вот И почему это так полезно Потому что человек Опять же Со своих Каких-то мыслей Каких угодно Переключается От ощущения Приятной водички Прохладной Или теплой Он переключается На телесные ощущения То самое Здесь и сейчас Да Уже ненавижу Это словосочетание Принятое у психологов Разнообразных Любых абсолютно Вот Будь здесь и сейчас Будь в моменте Не думай о том Что будет Не думай о том Что было Не пытайся анализировать Вот как бы Старайся быть Вот здесь и сейчас Но оно Как бы замочалино Очень сильно сейчас Но тем не менее Его актуальность Никуда не делась Да Потому что человек Вот если он Сосредоточится На тех ощущениях Реальных Которые у него есть Вот приятные Это кстати еще Как себя переключить От анализа Фона Информационного Да И попыток понять Что делать Я не знаю Там Ну извините Уезжать Не уезжать Или наоборот Там Ну в общем Вы понимаете Да О чем сейчас Что будет с деньгами Там Как бизнес Купить ли доллары Там Что делать с детям Что с ними будет Ну от глобальных До маленьких проблем И ты все время Вот в этом находишься Раздербаш Абсолютно Как вот от этого Отключиться Начать надо С дисциплины И расписания Вот я Приняли Себе включил Вот утром Какие-то там Зарядочку какую-нибудь Если это не там Не пробежка И не физкультура Там какой-то плавни Хотя бы зарядка Потом Какие-то В течение дня Элементы Расслабления Дыхательной гимнастике То есть вот добавьте Просто вот у меня Там три раза в день По пять минут Есть какое-то время Когда я Специально Отключаюсь от всего И Значит Привожу себя в порядок То есть прям Это как минимум Можно так сказать Желательно остаться В одиночестве При этом В одиночестве Закрыться в кабинете В идеале Да Чтобы было Там Комфортно Тихо Там Хотя бы пять минут Вас никто не трогал Вот можно подышать Вот Есть техника Прекрасная Диафрагмального дыхания Которую Много где можно найти В том числе у меня На ютубе У меня там ролик Это называется Как снизить давление За пять минут На самом деле Кроме снижения давления Там еще Множество полезных эффектов Но Самое главное И почему собственно Давление это снижается Потому что Человек успокаивается Он успокаивает Свою нервную систему Вот еще раз Ты все время Гоняешь эти мысли Все время анализируешь Это соответственно Тут же тебя Ты все время находишься Я прям иногда себя ловлю Что у меня Аж плечи сводит Да То есть ты в напряжении Пучит людей от этого Потому что у тебя Как называется Эти Потому что в напряжении Мышцы кишечника Гладкие Тоже все время поджимает Из-за этого начинаются Проблемы с пищеварением Которые могут приводить Насколько я знаю Вообще Ну и Вплоть до онкологии То есть все время Такое Перенапряжение внутреннее Вот как Еще раз Как освободить Вот эти мысли Убрать И очистить сознание Как говорят Люди которые занимаются Медитацией И вот расслабить Мышечную систему Ну на самом деле Это сложная Задача Которая дается Не всем И не сразу И естественно Требует тренировок То есть нет такого Что вот я был Все время такой Напряженный И может быть даже Психованный А тут сел И расслабился Выключил голову Нужно Делать Подход за подходом Да Пробовать 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 Именно для того Чтобы отключиться От мыслей Нужно включить Свои ощущения Как От того самого Тела И оказаться В моменте Здесь и сейчас То есть Есть разные техники Они называются Заземление Еще одно Популярное слово Да Значит К чему К чему это все К тому что Вот от Умозрительного Вот сюда Попробовать Почувствовать А где у меня Там тепло мне Или мне холодно Может у меня ноги холодные А здесь у меня тепло А тут у меня щекочет Что я чувствую Сережки чувствую Там Что я слышу Да Вот есть Тоже такая техника Это пять чувств Да Можно Ты расскажешь Ну На меня действует Великолепно Занимает Ровно пять минут Проверка Пяти чувств Каждые по минуте Первое Ну С чего угодно Можете начать Зрение Закрываете глаза И пытаетесь Вот увидеть Вот эти круги Знаете Когда солнце попадает Через веки Ты смотришь Соответственно И сфокусироваться Посмотреть Эти рисунки Которые у тебя Появляются Они такие Расплывчатые Темные пятна Через закрытые глаза Фокусируешься То есть На зрении Потом слух Пытаешься услышать Вообще Все звуки Сначала у тебя Это будет Какофония И потом Только постепенно У тебя Начнут Отшелушиваться Вот ребенок Где-то кричит Вот трамвай Там едет Вот здесь Деревья шумят И так далее Вот вы фокусируетесь И в этот момент Мозг Сфокусирован На слушании И вы Перестаете думать Обо всех своих Условно говоря Проблемах То же самое Потом Вкусовые ощущения Во рту Просто языком Рот закрой Это минутку Выводите Пытаетесь Все оттенки Вкуса Почувствовать Чуть-чуть соленое Вот тут сельдерей Застрял в зубах Там и так далее На самом деле Это работает Ребята Простейшая вещь Потом дыхание Моя самая Любимая практика Особенно Если хорошо сел Глубокий вдох Глубокий выдох Вы должны чувствовать Прямо что Вдыхаете попрохладнее Воздух Выдыхаете потеплее Какие-то запахи Слышать И так далее Вот эти нюансы Ну и последнее Это ощущение Тактильные Контакта С телом С пяток До затылка Прямо Вы должны почувствовать Как например Ботинок прилегает К вашей Ну Пятке Потом как вот Джинсы натянулись Вот они здесь Ну у меня Ну у кого-то На икрах У кого-то Вот на бедрах Как у Дона Пабло Кстати говоря Вот свитер Тебя облегает Вот Вот цепочка Там например У тебя на шее висит Вот эти вот все вещи На каждое чувство По минуте И через 5 минут Ты чувствуешь Как тебя вообще отпустило Давайте мы попробуем Виктор Кириллович Пока на 3 минуты Остановимся Прервемся И попробуем Вашу практику Продолжаем Ребята Еще несколько минут С нашей замечательной гостью Марией Чайковской Великолепным кардиологом Аритмологом Специалистом По стрессу И всяким Антистрессовым И Анти Паническо Атаковым Практиком Методиком И так далее У нее замечательный Ютуб канал Который так называется Кардиолог Чайковская Соответственно Там Подробные видео Инструкции Того о чем мы Сегодня немножко Здесь пока Успеваем поговорить Есть Заходите Смотрите Несколько сообщений Их очень много Спасибо что пишете Привет всем Стал просыпаться В 3-4 Варю кофе Выпиваю Включаю РНТВ Прокопенко Это ад Это ад Это даже уже Не рак головного мозга Это просто ад Ставлю на большую громкость И прекрасно засыпает А видимо Клин клином Как интересно Так Здравствуйте Серебряный дождь Стала заменять телефон И новости книга А физический ритуал Это прогулки С собакой И никак не откажешь Вообще Свежий воздух Собака Очень не дисциплинирует И расслабляет Да Отлично Вообще взаимодействие С животом Это прекрасно Так Маш Вы сказали Что есть Кроме техник Концентрации Одну из которых Я привел А другие есть У Марии В ютуб канале Их очень много разных Самая простая Это просто Если вы чувствуете Что паника накатил Публичное выступление Я не про политику Сейчас Все замандражировал Просто да Глубокий вдох Не всегда Не всегда Глубокий Потому что Когда человек Вот у него Да Стресс Паника Вот сейчас Что-то будет То у него Как правило В этой ситуации Дыхательные мышцы Спазмируются И он как раз Чувствует Я не могу Сделать вдох И это его Еще больше Беспокоит Естественно Но не глубокий В этой ситуации Наоборот Надо подышать Очень-очень поверхностно Так как комфортно Медленно И через несколько минут Спокойно Ситуация Все отпустит Просто вот Не поддаваться панике И очень-очень поверхностно Подышать Отлично Помогает Прямо вот Уже Буквально вчера Несколько людей Научила Я почему Заговорил про глубокий Потому что Я знаю что Ну мне объясняли Во всяком случае Что-то если ты глубоко Вдохнул и задержал дыхание Возникает стрессовая Еще одна стрессовая ситуация Нет притока кислорода Там укульгислого газа И так далее И мозг Неизбежно вынужден Переключиться На самосохранение С одной стороны Да Но не совсем Задержки дыхания Вообще В ситуации Там стресса Тревоги И паники Они очень работают И Очень многие Симптомы Которые появляются У людей Включая сердцебиение Включая Какие-то ощущения Тяжести в груди Недостатка кислорода Это все связано Именно с дыхательными изменениями На фоне спазма Дыхательных мышц И в этой ситуации Он ни вдохнуть Ни выдохнуть Скорее всего Глубоко не сможет И сдержать дыхание Он сможет секунд на 10 И это будет не очень Продуктивно То есть на самом деле Такие состояния Нужно Во-первых Я рекомендую Даже специально Как бы Заниматься Специальным образом Специальные упражнения Включающие задержки дыхания Медленный вдох Медленный выдох Как можно Более растянутое дыхание Для увеличения Концентрации Углекислого газа Я про это Подробно там Рассказываю На приемах Учу Там на онлайн-курсах Тоже в соцсетях Но смысл в том Что нам просто Даже на химическом уровне Нужно поменять Картинку внутреннюю При помощи дыхания Это делается элементарно Просто нужна Система Специальных упражнений И регулярность Вот кстати То о чем Мы чуть раньше говорили Система очень важна Для мозга Вот я знаю Я спокоен Я встал Я начал вот это делать Потом я сделал вот это Перед сном Я еще сделал вот это Вот пожалуйста Специальные дыхательные упражнения Которые будут позволять Стабилизировать состояние Которые будут улучшать Состояние Убирать вот эти все симптомы По мере занятий Вот можно себе Значит Маша знает О чем говорит Я об этом еще не рассказывал Она фридайвер А фридайверы знают Ну такой Ну на 40 метров ныряет Сколько задержка дыхания Ну три с лишней минуты Да Ну на 40 метров Человек погружается Без ничего Не тренировалась Без ничего То есть априори Знает как правильно работать С дыханием С очищением Мыслей А Во фридайвере это обязательно С влиянием на собственное давление Да Ты же можешь Без ничего Без ничего Без ничего Продолжение следует...